Развитие молочного скотоводства – одно из важнейших направлений аграрной политики Чувашии. Проблемы и перспективы этого сегмента АПК обсудили на выездном совещании в Красноармейском районе. Понять, как развивается животноводство в республике, лучше всего на конкретных примерах. В деревне Яманаки, что в Красноармейском районе – важное событие. Здесь открыли новую ферму на 400 коров. Строительство шло два года, объем инвестиций составил 58 миллионов рублей. Я горжусь вот с такими предприятиями, то, что у нас в районе есть. Это Красная Сорма, Валид и Караева, которые действительно на сегодняшний день работают над реконструкциями и строят постоянно. В плане уже строить и дальше телятник, потому что поголовье будет расти. И для того, чтобы их разместить, нужны еще новые здания. Современные технологии содержания животных предусматривают все до мелочей. Просторные помещения, термопоилки, сбалансированный кор. Есть даже специальная программа управления стадом. Ведь от этого зависит надое качество самого молока. Здесь доильный зал, коротко. И молоко в соприкосновении намного меньше получает. И поэтому оно и качество должно быть. Плюс еще оборудование довольно-таки новое. Новое оборудование, оно всегда уже лучше. Конечно, все это требует немалых финансовых вложений. И тут очень кстати субсидия. Сейчас в стране действуют 54 вида поддержки сельхозтоваропроизводителей. В будущем их планируют объединить до 7 подпрограмм. Будет возможность в этих группах без согласования с Минсельхозом России принимать более оперативные решения на местах, делать перераспределение. Заключаются соглашения на 5 лет. За это время мы берем обоюдные обязательства. Мы оказываем грантовую поддержку. Фермер со своей стороны обязуется. Первое. Не отчуждать имущество. Создать рабочие места. Дать развитие по тому плану, который он защитит на комиссии. И по истечении 3 лет после того, как он получил грантовую поддержку, это дается на свои денег 18 месяцев, он имеет право воспользоваться грантом, как семейные животноводческие фермы. Сейчас при выделении субсидий учитывается количество созданных рабочих мест. С будущего года добавят еще один показатель – производственный. Заключается соглашение с получателем субсидии. Получатель субсидии осваивает. Мы вас просим те показатели, которые мы вам вызначаем, достичь их. Потому что, если вы их не достигаете, мы обязаны изъять у вас эту субсидию обратно. К вам мы штрафных санкций не применяем. Но по отношению к бюджету применяются штрафные санкции. И поверьте мне, к миллионам идут штрафы в миллионах. Не хотелось бы отдавать денег из республики. Все эти меры направлены на развитие животноводства. Республика готова помочь тем, кто намерен обеспечить жителей качественным мясом и молоком. Татьяна Леонтьева, Надежда Яковлева, Олег Кикимов, Республика. Татьяна Леонтьева, Олег Кикимов, Республика.